Сотрудниками УМВД России по Приморскому краю задержан предполагаемый организатор противоправной деятельности в сфере торговли автотранспортом. Ранее в полицию обратилось более 200 жителей Приморья, а также других регионов России. Потерпевшие сообщали, что стали жертвами аферистов при покупке японских автомобилей на аукционах. По всем фактам были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 3-4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ, которые в настоящее время соединены в одно производство. Расследование ведет следственная часть Следственного управления УМВД России по Приморскому краю при оперативном сопровождении сотрудников Краевого управления экономической безопасности и противодействия коррупции. В ходе следствия было установлено, что в сети интернет были размещены объявления о поставке автотранспорта из Японии по ценам значительно ниже рыночных. В городах Владивостоке и Находке организована сеть филиалов, где покупатели, введенные в заблуждение относительно стоимости и порядка оформления автомобилей, заключали договоры. В этих документах указывались банковские реквизиты подставных физических лиц, а также закреплялась необходимость внесения предоплаты. В случае отказа от сделки денежные средства клиентам не возвращались. При получении транспортных средств граждане понимали, что параметры либо стоимость автомобиля и специальной техники отличаются от ожидаемых. Некоторые машины были без сопроводительных документов. Однако заказчики были вынуждены принять их, так как в противном случае могли остаться и без внесенных денег, и без транспортных средств. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими было установлено местонахождение предполагаемого организатора криминальной схемы. 34-летний житель города Находке был задержан полицейскими. В ходе обысков по адресу проживания фигуранта и в шести офисах изъяты мобильные телефоны, электронные носители информации, а также другие предметы и документы, имеющие доказательственное значение. Предварительное расследование уголовного дела продолжается.